Святая Ксения Петербуржская покровительствует жителям деревни Медвежьи озера и Нового городка уже больше 15 лет. В 2001 году здесь был зарегистрирован приход в церковь в память блаженной. Установлен крест, началась молитвенная жизнь. Вначале, когда я был назначен настоятелем сергиевского храма в Алмазово, было людей мало, потом увеличились, и храм не стал помещать уже, когда мы восстановили его и поняли, что здесь нужен Медвежьих озер. Участок в 12 соток для строительства храма пожертвовала благочестивая семья Марокинах из Медвежьих озер. Когда этот участок попал под застройку, власти взамен предложили полтора гектара земли рядом с Щелковским шоссе, где впоследствии был построен храм. Для того, чтобы быстрее приступить к совершению богослужений, православная община сначала решила возвести деревянный храм. Назвали его в честь Алексея Человека Божьего, покровителя одного из благотворителей. В 2006 году митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий осветил храм-часовню и заложил капсулу в основании величественного каменного храма Святой Ксении Петербуржской. Сейчас здесь налажена молитвенная жизнь. Несколько раз в неделю проводится богослужение, совершаются молебные таинства. Особенно комфортно чувствуют себя семьи с детьми. Даже мои дети сюда возят уже внуков моих. Прекрасная воскресная школа, прекрасные педагоги, которые знают свое дело и умеют преподать. Полгода назад настоятель храма Святой Ксении Петербуржской, священник Сергий Ковальчук, вместе с художниками, супругами Светланы Галаган и Александром Панченко, приступили к иконописи. На восточной стене храма стали выкладывать мозаичные иконы Спаса Нерукотворного и Блаженной Ксении. Мы хотели сделать какую-то связь с Санкт-Петербургом, потому что святая это прославие в Санкт-Петербурге. Часовня обычно всегда полна народу и люди молятся на улице, вот у этой алтарной стены. И мы решили, чтобы эту традицию сделать у нас в Медвежьих Озерах, нам необходимо на этой стене сделать изображение Блаженной Ксении. При написании иконы решили применить технологию мозаики. Она красива, более долговечна и сохранна. Использовали различные виды – флорентийскую, византийско-римскую и фьюзинг. Месяц работали над иконой Спаса Нерукотворного и пять месяцев трудились над 10-метровым образом Святой Ксении Петербуржской. Со спасителем все было все-таки значительно проще. Было много работы с ликом, но сама техника сборки лика здесь другая. Здесь классическая византийская техника. Она все-таки, несмотря на свой мелкий модуль, она немножко проще, чем работа с ликом Ксении, где фрагменты крупные, но их подгонка и подбор в цвете очень сложны. В субботу 29 октября состоялось освещение икон. Несмотря на вьюгу, порадоваться событию собрались многие. Сегодня у нас в поселении, несмотря на погоду, большой праздник. Каждый должен верить в доброе и в хорошее. Те люди, которые сюда ходят, с ними легче общаться. Почему? Потому что они, в общем-то, как-то добрее. У них меньше зла. Люди ходят, и я рад за это. На церемонии освещения благочиной церкви Щелковского округа Андрей Ковальчук обратил внимание, что образ святой Ксении можно считать дорожным. Он просматривается с Щелковского шоссе, и все проезжающие могут просить блаженную Ксению Петербуржскую о молитвенном предстательстве. Тем более, что все, кто обращаются к ней за помощью, не остаются неуслышанными. Михаил Черепанов, Галина Холодцова, телерадиокомпания Щелково.